здравствуйте уважаемые друзья трейдеры партнеры компания market сегодня у нас в гостях большой человек операционный директор финансовой комиссии николай и сайт николай приветствую вас большое спасибо что смогли найти время уделить его нам сегодня мы вместе с вами хотелось поговорить о финкоме о том как работает ваша организация как можно стать сотрудником фиткома и с какими сложностями сталкивается комиссия привод осмотрение различного рода спорных ситуаций я так понимаю операционный директор это исполнительный директор верно ну если что вы меня поправить вот хотелось бы спросить относительно ваших обязанностей артем спасибо вам большое за приглашением рад выступить перед вами вашими зрителями подписчиками очень рад быть с вами да действительно операционный директор это по сути должность исполнительного директора то есть я отвечаю за все операционные процессы нашей организации в том числе взаимодействие с нашим комитетом по разрешению споров с нашей редакции а также с на различными нашими партнерами в том числе и регуляторами в различных странах николай я прошу подтвердить тот факт что клиенты компания маркет застрахованы на сумму до 20000 евро это так да действительно это так речь идет о том что ваша компания какие все другие члены финансовой комиссии имеют доступ к компенсационному фонду точнее ваши клиенты компенсационный фонд он создается или накапливается с помощью членских взносов которые платят наши члены и на часть из членских взносов отчисляются в отдельный банковский счет каждый месяц при этом те средства которые лежат на этом банковском счету они не могут быть использованы в каких-либо расчетных целях или операционных целях нашей организации то есть по факту эти этот компенсационный фонд и то как он основан и работает отчасти похоже очень на те стили и виды компенсации или защиты трейдеров которые существуют в крупных регулируемых юрисдикциях например великобритании австралии и других странах финансовая комиссия уже не первый год сотрудничать с нашей компанией поэтому если это не закрытая информация я думаю что было бы непростительно с моей стороны не спросить как вам работает с нами ну с вами безусловно работает очень хорошо надо конечно заметить что вы организовали компания которая с нами сотрудничает уже много-много лет и у нас с вами выработан скажем так сглаженный процесс работы то есть между нашими операционными персоналами и нашим комитетом разрешения споров и мы конечно же рады нашему сотрудничеству и оперативной работы плюс при том что в принципе мы встречаем претензии в ваш адрес довольно таки редко николай как известно после хорошо проделанной работы требуется конечно же отдыхать как предпочитаете проводить досуг чем увлекаетесь ну увлечений много увлекаясь спортом плаванием и теннисом а можно сказать что и автоэнтузиаст что касается автоспорта также вы наверняка видите сзади меня некоторые модели самолетов или увлекаясь также авиации у меня круг круг интересов большой помимо этого также люблю конечно же путешествует когда есть возможность в том числе в странах европы которые мне очень нравится николай известно то что эксперты финансовой комиссии как правило находятся в разных стран расскажите пожалуйста немного о том как проходит процедура рассмотрение обращения непосредственно брокеров и клиент да вы совершенно правы наш комитет он довольно таки обширный в том смысле что в нем состоят около 20 человек на данный момент они действительно живут и работают самых разных странах по всему миру могу сказать что у нас есть как говорится система общения система project management которой мы пользуемся который позволяет нам но не только мне и моим сотрудниками коллегам но также нашим экспертам всегда быть в курсе того что происходит касательно той или иной претензии которая к нам пришла и какие непосредственно какие задачи необходимо решить отдельным экспертам в рамках разрешения той или иной претензии это зависит конечно же от категории претензии от конкретной ситуации которая произошла и так далее и мы можем очень быстро и эффективно направить запросы нашим экспертам которые находятся в той или иной точки мира и получить от них довольно быстро фидбэк ответ заключение мнение и так далее и эта система общения и управления бизнесом позволяет всем нам и сотрудникам и экспертам всегда быть в курсе того что происходит в отношении претензий но также и с повседневными рабочими задачами николай а кто именно может присоединиться к комитету по разрешению споров какой это человек вы знаете как правило это люди которые уже имеют хороший стаж и практику на рынке если говорить откровенно или более углубленное это как правило шеф дилеры бывшие директора брокеров или других финансовых компаний это также юристы и адвокаты которые имеют хорошую практику работы именно на финансовых рынках как правило люди приглашаются в комитет по разрешению споров приглашаются они советом директоров при этом при этом у нас есть правило что в комитете не может состоять скажем гендиректор или другой человек на управляй управленческой должности у нашего одного из наших брокеров членов таким образом мы можем поддерживать полную объективность и независимость как комитет разрешения споров так и самих решений которые они которые они выносят в итоге а много ли претензий поступает в комиссию в месяц скажем вы знаете согласно статистике за первую половину 2019 года нам поступает чуть больше ста претензий в месяц на данный момент при этом при этом учитывая такие объемы срок разрешения претензий средний срок разрешения претензий у нас остается на уровне около 10 дней что в принципе согласно тому же что у нас было и в восемнадцатом году то есть другими словами количество претензий которые приходят каждый месяц у нас растет если сравнивать 2018 год с текущим но эффективность разрешения этих претензий остается на довольно таки хорошим уровнем я думаю что логичным вопросом будет узнать про как раз цикл жизни такой претензий вот кому она попадает когда начинается ее рассмотрение когда комитет какие сроки вносит решение когда я думаю что с этой системой познаком их да да действительно сначала скажу что все претензии поступают нам в электронном виде у нас есть официальный веб-сайт где клиентам как почитать материал о том как правильно подать претензию также имеют и прямую ссылку на форму где они могут заполнить информацию которая нам требуется для того чтобы рассмотреть претензию или принять ее у себя изначально также не могут там подгрузить документы которые которыми хотят поделиться и так далее так как это поступает нам в электронном виде каждая претензий попадает к нам автоматически в систему о которой я уже рассказал как это project management системы и соответственно через это в этой системе наш глава комитета по разрешению споров анатолий буланов он непосредственно видит всю эту информацию буквально моментально и он решает непосредственно какая какой будет дальнейшее дальнейшие действия есть претензии которые требуют более тщательной проверки скажем так торговые претензии о которых мы можем поговорить чуть позже есть другие другие другого рода претензии которые намного проще и соответственно комитет по разрешению споров он с одной стороны запрашивает любую дополнительную информацию которую ему нужно от сторон то есть от заявителей ответчикам чтобы понять полную картину произошедшего но он также может взять эту информацию и непосредственно передать ее отдельному количеству экспертов в зависимости от того какова тематика данной жалобы и непосредственно распространить эту информацию среди экспертов чтобы они сделали свое как говорится по профессиональное заключение мнение и вывод если речь идет о претензии которые довольно такие простые в разрешении то такая претензия может и не перейти в комитет то есть иными словами наши сотрудники комитета по разрешению споров компетентные в самых разных темах которые касается торговли на форекс и cfd реальном рынке и они могут сделать уже свое какое-то элементарное заключение чтобы помочь клиенту понять что конкретно произошло на его торговом счете или в той или иной ситуации с брокером николай а могли бы вы выделить какие-нибудь особенные факторы либо что то что влияет на сроки рассмотрения вы знаете ну вот как я как я упомянул ранее если претензия касается торговых сделок то есть ордеров или сделок открытых на счету клиента все в принципе зависит от того сколько там было сделок ордеров какой рынок какая была ситуация на рынке и какие вообще особенности действий и клиента и брокера касательно этой ситуации у нас бывают случаи которые довольно таки сложные где нам нужно проанализировать очень много информации о конкретно рыночных данных чтобы понять полную картину того что произошло со сделкой или ордером клиента и непосредственно чтобы эту информацию можно было потом убедиться в ее достоверности и также потом эту информацию передать комитет разрешения споров чтобы они могли уже ее детально изучить тем не менее в наших правилах финансовой комиссии четко прописаны сроки рассмотрения претензий на разных ее этапах скажем на на первом этапе у нас дается 14 дней рабочих чтобы стороны предоставили дополнительную информацию по жалобе так далее потом у нас уже вступает период когда у нас происходит ну можно так сказать следствие или исследование того что произошло там у нас сроки немножко другие то есть все распределено по дням но как вы сами понимаете бывают действительно случаи когда приходится эти сроки выходить за эти сроки ввиду того что претензии очень сложные и у нас занимает некоторое время чтобы заполучить все данные которые нам необходимы для того чтобы объективно разрешить претензию или же конечно же время от времени бывают случаи когда или заявитель или ответчик то есть ему нужно тоже дополнительное время чтобы предоставить нам информацию тем не менее как мы наверное затронем чуть позже нужно всегда понимать что после получения финансовой комиссии претензии наш комитет по разрешению споров судит по сущности этой претензии и как я уже сказал если претензии элементарные в том смысле что бывают ситуации когда клиент возможно просто что-то не понял или возможно клиент новичок на рынке он произвел какие-то торговые операции и считает что ему положена какая-то компенсация или какая-то корректировка на счету в то время как это не является действительностью и просто клиент клиенту нужно помочь понять ситуацию и помочь клиенту найти обучающий материал чтобы он впоследствии знал в будущем как правильно работать с брокером и как правильно торговать на счету что касается таких претензий такие претензии как вы сами понимаете они решаются значительно быстрее чем комплексные и можно сказать что во многих случаях такие претензии решаются в более еще сжатые сроки чем установлены нашими правилами николай я думаю что так же будет довольно логичный вопрос сейчас относительно того характера большей части запросов которые идут в вашу комиссию от клиентов брокеров вы знаете они делятся на различные категории и эти категории описаны на сайте нашей организации также в наших правилах и как мы подходим к решению той или иной претензии есть торговые претензии о которых я уже говорил касается конкретно сделок ордеров то есть реальной торговли на реальном рынке Forex и CED есть также и финансовые претензии финансовые претензии относятся к ситуациям которые столкнутся с выводом или вводом средств клиентам и брокерам и также любые другие нюансы которые могут возникнуть при работе клиентов с брокером которые касаются финансов То есть реальных средств, которые клиент перечислил на счет, бонусных средств, которые, возможно, присвоены клиенту на его счету в рамках какой-то бонусной программы и так далее. Это может также касаться каких-то комиссионных или других затрат, которые трейдер несет на своем торговом счету в процессе нормальной обычной торговли на рынке Forex и CFD. Помимо этого есть и так называемые неторговые претензии. Неторговые претензии, они по существу, то есть они не касаются торговых аспектов и финансовых. Это могут быть претензии, которые касаются более юридической темы, то есть каких-то отдельных пунктов соглашения с клиентом, который есть у брокера. И какое-то или несогласие, или какое-то взаимонепонимание между брокером и клиентом относительно того, какие правила и какие условия установлены у брокера, которым должен придерживаться как и клиент, так и брокер. Если посмотреть на статистику за прошлый год, то вы увидите, что торговых претензий у нас в прошлом году было, если я правильно помню, где-то 231, по-моему. Но финансовых было где-то 360 с лишним, и неторговых претензий, которые не попадают в первые две категории, было чуть больше, скажем, 390. Также важно отметить, что если судить по количествам средств или денежных средств, которые комиссия присудила клиентам в разрешении спора в прошлом году, то эта доля пришлась больше именно на неторговые претензии. И в этой категории мы выплатили клиентам, или брокеры-шлены выплатили клиентам свыше 600 тысяч долларов США. А сколько сейчас брокеров имеют членство в Финкоме? Сейчас у нас членство имеет 43 компании финансовой комиссии. Это как и Forex-брокеры, так и представители финтех-услуг, также и сервисы по доверительному управлению, такие как PAM и CopyTrading-платформы, которые наша организация также сертифицировала. Николай, вот если вернуться к решениям, которые выносит финансовая комиссия, бывают ли такие случаи, когда после вынесенного решения, скажем, брокер с ним не согласен и каким-то образом пытается уклониться от него? Что происходит в этом случае, допуская, что, может быть, есть какие-то черные списки, куда тут же они попадают? Да, действительно, такие ситуации бывают. Вернемся к тому, что я сказал ранее о том, что на всем этапе или во всем процессе разрешения той или иной претензии наш комитет по разрешению споров все-таки ищет определенный компромисс, если такой компромисс возможен, между клиентом-заявителем и ответчиком-брокером. Таким образом, это позволяет нам избежать таких ситуаций, о которых вы говорите. То есть, когда выходит решение по претензии, которое в пользу клиента и против брокера, и брокер по той или иной причине, во-первых, не согласен с этим решением, во-вторых, отказывается его исполнять, конкретно если там в решении претензий прописана какая-то компенсация. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, такие ситуации действительно бывают. И в такой ситуации первое, что происходит, это задействуется компенсационный фонд нашей организации. То есть, это метод, при котором мы, как финансовая комиссия, можем выплатить клиенту из своего кармана ту компенсацию, которая ему положена по решению, вынесенному решению финансовой комиссии. Конечно же, в таких ситуациях брокер-член нашей организации лишается этого членства в нашей организации. И да, действительно, у нас есть так называемый черный список, но должен заметить, что компания может попасть, как компания-член, так и компания, которая не является членом финансовой комиссии, может попасть в черный список только по обоюдному согласию Совета директоров нашей организации. В то же время важно заметить, что у нас бывали ситуации, когда брокер изначально не хотел или отказывался исполнять решение по претензии, где была прописана компенсация клиенту, и комиссия взяла на себя такого вида компенсацию. Но впоследствии, через какое-то время, брокер вернулся к нам, он понял, что в каких-то чертах он неправильно поступил в плане работы со своими клиентами и решил исправить ситуацию. То есть он заново подал документы на членство финансовой комиссии, выполнил те требования, которые Совет директоров вынес для него, для того, чтобы он вступил обратно в организацию, и непосредственно стал потом опять полноценным членом финансовой комиссии, уже непосредственно соглашаясь с теми решениями, которые выносит наш комитет разрешения спора. И должен заметить, что это, мне кажется, хороший наглядный пример того, как наша организация помогает не только трейдерам, а также и брокерам. То есть она может помочь брокеру или его руководству понять те или иные вещи, нюансы в работе с их же клиентами, которые, возможно, не сразу очевидны, но имеют определенное отрицательное влияние на мнение клиентов и их, скажем так, практики работы с этим брокером.